Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Амаркетс и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, сегодня на повестке экономического календаря важные отчеты из США. Мы также параллельно готовимся к выходам Non-Farm Parals в эту пятницу. Сегодня в качестве разогрева будет статистика по рынку труда от ADP в 12.15 по GMT. И в 14.00 по GMT нам предстоит проанализировать данные по активности ICM в сфере услуг в США. Важный показатель, который по разным оценкам экспертов генерирует вклад в общий показатель ВВП от 55 до 65%. Поэтому в целом после выхода сегодняшнего релиза по ICM можно будет судить о динамике ВВП. И перед этими релизами в 9.00 по GMT я бы рекомендовал обратить внимание на речи главы Резервного банка Австралии Мишель Буллока. Мы, как вы наверняка помните, следим за австралийским долларом. Я много раз делал акцент на то, что Резервный банк Австралии вполне может пойти на дополнительное повышение ключевой процентной ставки, как, собственно, и Банк Японии. И это будет сохранять энтузиазм покупателей. И чем больше у нас будет сигналов от руководства Резервного банка Австралии, что такой сценарий все еще допускается, соответственно, тем больше будет фундаментальной поддержки для австралийского доллара. Текущие котировки по индексу доллара 101.27. Лед тронулся. Мы отступили от уровня 101.50-101.60, где болтались буквально несколько дней подряд. Сейчас снова на рынке доминируют продавцы, но, опять же, очень многое будет зависеть от фактической реакции рынка на данные по EDP и Non-Farm Perils. Поэтому, даже если вы, друзья, так же, как и я, уверены в том, что у доллара только одна дорога – это вниз, нужно понимать, что будет волатильность, будут, возможно, резкие коррекционные откаты. Главное – контролировать риски, следить за загрузкой депозитов. Прежде чем перейти к анализу рынка труда, хочу снова подсветить вам, что у нас уже в рамках этой недели был опубликован отчет АСМ производственного сектора, где был зафиксирован небольшой прирост, если сравнивать с показателем двухмесячной давности. Фактическая цифра 47,2 со 46,8. Но нюанс в том, что индекс остается в зоне спада, причем находится там уже 6 месяцев подряд. И, конечно же, это омрачает перспективы роста американской экономики. И это уже повлияло на вероятность и масштабы ожиданий касательно снижения ключевой процентной ставки, что доказывает, что рынок сейчас невероятно чувствительный к каждому отчету, который имеет более-менее какое-то значение. Тут же обращаем внимание на инструмент FIDA Watch Tool, и там видно то, что вероятность снижения ставки американского регулятора сразу на 50 байсных пунктов в сентябре составляет 45%. Я не оговорился, друзья, 45%. Буквально в начале этой недели показателя было 28%. Поэтому если мы увидим еще и слабые данные DP, слабый отчет ISM в сфере услуг, и потом еще и удручающие показатели по Non-Farm Perils, то рынок поверит то, что американский регулятор здесь сделает ход конем и скорректирует процентную ставку сразу на 50 байсных пунктов. Поэтому ждем с нетерпением релиза сегодняшнего дня и завтрашнего дня. Я все еще за идею дальнейших восподавших американского доллара и надеюсь то, что среди вас, друзья, есть мои единомышленники, которые так же, как и я, считают, что доллар нам немного должен. И этот должок как раз предполагает заход к уровню психологической поддержки 100 пунктов ровно. Золото 2495. Вот здесь дни волатильные, конечно же, но в конечном счете золото возвращается к ценам открытия и консолидируется в районе 2500. Картина не изменится до выхода данных по американскому рынку труда, потому что, видимо, участникам рынка нужно больше уверенности в том, что ФРС пойдет очень далеко со снижением культиво-процентной ставки. И, возможно, это, наверное, даже больше нужно долговому рынку, чтобы сильно просели доходности американских облигаций, и мы на этом фоне смогли найти дополнительный повод для покупок зонт. А пока по сантименту тоже примерно 50 на 50. Я не рекомендую сейчас влезть в этот сектор. Доллар иена 143.70 обвал продолжается, и укрепление иены является нормальным следствием конкретной риторики главы Банка Японии Уэда, который подтвердил, что готов рассмотреть возможность дополнительного повышения процентной ставки из-за сохраняющихся инфляционных рисков. Это то, о чем я вам говорил на протяжении двух недель подряд. Риски действительно сохраняются. Если снова вернуться к показателю инфляции токийского региона, там был зафиксирован рост с 2,2% до 2,6%. Уже через две недели выйдет общий национальный индекс потребительских цен Японии. И я думаю, там будут цифры примерно похожи. Поэтому Банк Японии может точно решиться на дополнительное повышение ставки. И есть точка зрения, что это повышение произойдет уже в ходе сентябрьского заседания. В пользу того, что инфляционные риски остаются повышенными, говорят также индексы активности производственного сектора Японии. В частности, в сфере услуг был зафиксирован рост до 53,7%. Производственный сектор выбрался, друзья, из зоны спада 49,5% в зону роста. Сейчас на отметке 52,9%. И это, если мнение изменяет память, лучший показатель за последние 8 месяцев. Банк Японии уже повысил процентную ставку на 15 байсных пунктов в июле. Возможно, будет аналогичное решение и в сентябре. Поэтому доллар-иена, дорога вниз открыта, цель 140 иен за один американский доллар. Американский фондовый рынок S&P 500, 5520 пунктов. Я совершенно не готов на текущем этапе отказываться от длинных позиций. Инвидия своим обвалом, конечно же, повлияла на рыночное настроение. Но можно даже сказать спасибо, потому что благодаря Инвидию была снята локальная перекупка. Сейчас рынок больше сфокусируется на таких системных факторах, как перспективы национальной монетарной политики. Мы знаем то, что снижение ключевой процентной ставки, особенно если это снижение сразу будет предполагать коррекцию ставки на 52 байсных пунктов, отправит фондовый рынок к новому максимуму. Поэтому, друзья, ждем. Австралийцы против доллара 0,6720, есть очень хорошие шансы закрепиться выше 0,6750, как раз на речи булок. Будет акцент на возможность повышения процентной ставки из-за сохраняющихся инфляционных рисков, увидим, соответственно, развитие бычей динамики. Евро против доллара 1,1075. Некоторые представители Европейского центрального банка все еще считают европейскую экономику крайне уязвимой и балансирующей на грани рецессии. Что-то в этом есть, если системный фактор анализировать, это действительно так. Но даже несмотря на то, что вот эти обозначенные риски, по идее, должны создавать условия для смягчения экономической политики, здесь не все так просто, потому что нужно осознавать, что европейская экономика оказалась в такой ситуации из-за высокой инфляции. Поэтому некоторые чиновники, голосующие члены ЕЦБ, считают, что преждевременное снижение процентной ставки может создать большую проблему для экономики ЕС, если инфляция снова выйдет из-под контроля. Поэтому консенсуса по-прежнему среди голосующей элиты ЕЦБ нету. Касательно того, что делать с процентной ставкой, хочу обратить ваше внимание, что вчера вышли данные по промышленной инфляции, индексуационных производителей. В месячном выражении было зафиксировано ростом на целых 0,8%. Может быть, это дополнительная предпосылка того, что инфляция остается все же обоснованно выше целевого значения. И, вероятно, Европейскому центральному банку нужно сохранить паузу, взять паузу, сохранить от СКО еще в ходе предстоящего заседания. Я на этом фоне отстраиваю длинную позицию, но самый главный триггер для роста евро – это идея слабости американского конкурента. Фунт против доллара 1,3150. Сильные данные по активности в сфере услуга Англии доказывают то, что банка Англии может отложить снижение ставки до конца этого года. Я об этом предупреждал и отмечал то, что это, скорее всего, станет поддержкой для британского валютного актива. Так оно сейчас и есть. И рынок нефти – 72,80. Мы полномерно идем к нашей цели – 70 долларов за баррель. Основные причины – это возобновление нефтедобычи в Ливии. И, соответственно, ожидание восстановления прежних поставок на глобальный рынок. Причем страны ОПЕК, как мы помним, также намерены с октября поднять производство нефти на 180 тысяч баррелей. Интересный нюанс заключается в том, что это решение ОПЕК раньше стало следствием того, что снизилось производство нефти в Ливии. Сейчас производство нефти в Ливии восстанавливается, а страны ОПЕК не очень-то хотят отказываться от своих и прежних инициатив. И вопрос, конечно же, к динамике спроса, потому что статистика из Китая указывает на то, что спрос будет оставаться пониженным. После слабых данных по производственному сектору очень сильно разочаровали данные по активности в сфере услуг. И вчера Бенков Америка пересмотрели прогноз роста китайской экономики на этот год с 5 до 4,8%. Идеальные условия для дальнейших продаж и для того, чтобы бренд протестировал поддержку 70 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!